Здравствуйте! Нас просят, исходя из данных в таблице, выяснить, есть ли функциональная зависимость между человеком и его ростом. Сначала разберемся, что такое функциональная зависимость. Понятие говорит само за себя. Это зависимость. Если тебя зовут Женя, то твой рост 5 футов, 6 дюймов. Если тебя зовут Никита, то твой рост 4 фута и 11 дюймов. Если твое имя Сергей, то твой рост, соответственно, 5 футов и 11 дюймов. Это на самом деле зависимость. А чтобы это была функциональная зависимость, для каждого значения независимой переменной можно получить только одно значение зависимой переменной, то есть функции. Если рост – это функция, и вы хотите, чтобы между переменными была функциональная зависимость, то независимо от того, какое имя вы здесь напишите, в результате должно получиться только одно значение функции. Если с одним именем человека ассоциируется больше одного значения роста, то это уже не функциональная зависимость. Если, к примеру, я вас спрошу, какой рост у Никиты, запишем сюда, Никита, вы посмотрите в табличку и ответите, что рост Никиты равен 4 футам и 11 дюймам. У Никиты не может быть два значения роста. И аналогично, если вместо Никиты мы подставим сюда любое другое имя, то ему будет соответствовать единственный показатель роста, единственное значение функции. Это и называется функциональной зависимостью, то есть является функцией. Ее даже можно увидеть на графике. Давайте посмотрим, как выглядит график этой функции. Самое большое значение функции – 6 футов и 1 дюйм. Разбиваем на деление ось у. 1 фут, 2 фута, 3 фута, 4 фута, 5 футов и 6 футов. А на оси х мы запишем все имена, которые нам даны. Точнее, не имена, а только первые буквы имен. Женя, Никита, Сергей, Леня и Толя. Теперь отметим точки на графике. Итак, Женя. Его рост – 5 футов и 6 дюймов. Вот где-то здесь будет эта точка. Далее идет Никита. Его рост… я возьму другой цвет. Вот так. Его рост – 4 фута и 11 дюймов. Вот эта точка. Теперь Сергей. Подчеркнем. Сергей. Его рост – 5 футов и 11 дюймов. Вот здесь будет эта точка. Нет, немного не так. Вот эта точка. Далее идет Леня. Его рост – 5 футов и 6 дюймов. Отметим это на графике. Вот тут. Обратите внимание, у нас два человека одного и того же роста. У обоих рост – 5 футов и 6 дюймов. Но это не страшно. Главное, чтобы каждому человеку соответствовало только одно значение функции. Один показатель роста. И, наконец, Толя. Его рост – 6 футов и 1 дюйм. Он здесь самый высокий. Вот здесь будет эта точка. Обратите внимание, каждому значению независимой переменной соответствует одно значение функции зависимой переменной. А значит, эта зависимость функциональная. «Может, тогда абсолютно все представляет собой функциональную зависимость?» – спросите вы. Нет, конечно. Если бы я, например, дописала еще в таблицу, что рост Сергея равен 5 футам и 3 дюймам, то, исходя из данных уже дополненной таблицей, это была бы нефункциональная зависимость. Почему? Да потому что одной переменной, Сергей, соответствует два значения роста, то есть два значения функции. Давайте покажем такую ситуацию на графике. В первом случае рост Сергея равен 5 футам и 11 дюймам, а во втором – 5 футам и 3 дюймам. Как видите, для Сергея у нас два показателя роста, поэтому это и не будет функциональная зависимость, потому что вы не сможете записать, чему равна функция от Сергея. Чтобы это действительно была функция, для каждого имени должен быть только один показатель роста. А здесь мы не можем сказать точно, чему равен рост Сергея, так как у него два показателя роста. Теперь все это зачеркиваем, изначально этого всего не было. Тогда функция роста от имени Сергей будет равна 5 футам и 11 дюймам. Это функциональная зависимость. В каком-то смысле это понятие запутанное, но в то же время оно и очень простое. Каждому из этих значений может соответствовать только одно значение роста. Это и есть функция. Если же этому значению соответствует больше, чем одно значение функции, то есть роста, то это уже не будет функцией. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч!